Острый вопрос улицетировал 56. Вот здесь Татьяна Евгеньевна. Как еще раз? Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. 1.56. Татьяна Евгеньевна, стоял вопрос о демонтаже. Потом, как бы нам никаких не дают конкретных, на каком основании, что мы предоставили все согласования. Получается сейчас, что он стоит у нас 30 сантиметров на тротуаре. То есть мы 15 лет стояли на тротуаре, я его не могу перенести с 2 квадратных метра с места на место. Вот этот вопрос нас очень волнует, потому что мы согласны на все. Был раньше разговор, давайте мы его обустроим, все сделаем. У меня поверен с остановкой вместе. Мне сказали, подождите. Мы год ждали, два года, пока не дождались. Вот сказали, где монтаж? Подождите. Причем с остановкой. С остановкой. Я его обслуживаю. Ну, то есть вы письменное удовлетворение получили? Я отдавала продление нам, мы вот разговаривали со всеми высшими стоящими. Нет, вы, подождите, вот смотрите, у нас же двухслоны есть. Вы подаете официальное заявление. 30 дней. Вот, подождите, вы обращение сейчас дали, мне дали обращение, корректируем, мы-то и прописали. Я сразу смотрю на ваше обращение, отметка есть о принятии документов? Нет. Я отдала на продление. Значит, не факт, там есть обращение, нет. Должна быть отметка принята, дата 1 марта 2020 года. Есть 56-й ПЗ. 30 дней не рассматривают. Вы в прокуратуру идете и говорите, премьеречка административного ответственности чиновника за игнорирование рассмотрения. Протокол составляется, мировой суд, штраф. Я работал и раньше чиновником. Три нарушения дисквалификации. Да, а три нарушения дисквалификации чиновника. Поэтому вся переписка должна быть. А когда, я понял, когда вы регистрируете, либо, если проходит 30 дней, вы смотрите, нет ответа официального шага. Значит, вам должно прийти уведомление. В связи с возникшими обстоятельствами, мы уведомляем вас о продлении срок рассмотрения. Ещё, говорится, не было ли какие-то вопросы, там, запросы земельных автодостров, но у вас должна быть переписка. Это подстраховка всей вашей обращения. А не так, вы говорите, я отдала, полгода ждала, через полгода-то ничего не говорили. Нет. Значит, 24-го марта должно быть ответ. Нет, нет ответа. Вы помните вот эту точку. Значит, прокуратуру пишите. Речь к местности. Вот Кирова действует. Да не серьезно это уже. У нас тут город вот такой вот. Я написала в прокуратуру, когда мне не выдавали разрешение на объект, который мне уже одобрили. Мне не выдавали разрешение. Я с прокуратурой за ручку ходила с Палагиной, она выдавала разрешение, у меня есть бумага, 17-го декабря. А обращение когда было? Обращение было июнь. Мне 17-го декабря Палагина подает разрешение, которое, опять же, началось в ноябре. Она выдавала разрешение в декабре. Олег, я понял в целом. Я, конечно, это разберусь. Я переговору. Я еще раз хочу сказать, что надо перепискать. Тем более, если касается жизни своего объекта, она должна официально, как это предполагается. Пришли в общий отдел заявления, сдали на втором декабря, что просите ответку. Принято. И номер входящий. Вам номер поставят входящий на 555. Дата такого-то. 30 дней, не позднее, должен быть ответ. Нет ответа, вы можете напомнить, нет. Вы можете... Вы извините, но все вы говорите не о том. Потому что мы предприниматели. Вы власть представляете. Вы заинтересованы в том, чтобы предприниматели, пусть сейчас там будут, переходили в производство, чтобы они что-то делали, что-то работали, что-то производили. Президент призывает, правительство призывает. А у нас какая атмосфера после всех этих вот... Мы должны воевать. Мы вот с вами должны переписываться, проявлять, жаловаться, не за деньги и писать заявление. Только сумасшедшие обстоятельства будут заниматься бизнесом.